МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жильцы дома номер 55 по улице Степана Разина обратились к главе региона Вячеславу Федорищеву с просьбой помочь провести капремонт. На обращение отреагировал глава Самарского района Роман Радюков. Он вместе с представителями прокуратуры провел встречи с жителями, чтобы обсудить пути решения проблемы. В Самаре специалисты завершили замену теплосети на улице Гагарина в районе пересечения с улицы Мяге. Часть теплосети проходит под проезжей частью, поэтому с 15 июля было ограничено движение в районе дома номер 22. В Самаре с 6 утра 2 августа до 6 утра 9 августа ограничат движение транспорта по Некрасовской, между Молодогвардейской и Чапаевской. Это связано с проведением работ по замене теплосети. В рамках первого тура группового этапа Кубка России, который прошел в Казани, Акрон уступил Рубину. Матч закончился со счетом 4-0. В следующем матче Акрон сыграет в Самаре с Динамо. Игра состоится в субботу 3 августа в 16 часов. С начала года отделение Социального фонда России по Самарской области назначило единое пособие родителям 153 тысяч детей. Поддержку получили также 3 тысячи беременных женщин. Общая выплаченная сумма составила 15 миллиардов рублей. Получить единое пособие может один из родителей ребенка до 17 лет, а также женщины, вставшие на учет до 12 недели беременности. Шесть человек официально зарегистрированы в качестве кандидатов на должность губернатора Самарской области. Об этом сообщили в избиркоме. Вячеслав Федорищев от партии «Единая Россия». Алексей Лескин от КПРФ. Владимир Плякин от «Новых людей». Степан Соловьев от партии «Зеленая альтернатива». Михаил Моряхин от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Наталья Бесярина от ЛДПР. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября. Президент подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. В Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева увеличили выплату при заключении контракта с 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет победителям международных олимпиад поступать в университеты без вступительных испытаний. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Недосып является причиной ряда метаболических нарушений, среди которых ожирение, инсулинорезистентность и сахарный диабет. Даже незначительное ежедневное сокращение ночного сна может привести к увеличению массы тела, рассказывают врачи. Взрослым в сутки необходимо спать от 7 до 9 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова